МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если человека не устраивает новое помещение, вопрос решается в судебном порядке. Чиновники исключают гражданина из программы переселения. Они предлагают выкупную цену за аварийное жилье. Как показала практика, цена вопроса не устраивает переселенцев. Обе стороны доказывают свою правоту в суде. Наглядный пример. Сейчас на рассмотрении находится около 200 так называемых рябиновских дел. С 1 апреля вступают в законную силу поправки в жилищный кодекс. Теперь недовольные альтернативным жильем будут загнаны в узкие временные рамки. До этого мы находились в стадии уговоров, доказываний, упрашиваний. Кто-то на Конституцию, кто-то на то, что не могу. Ну, разные были. Постоянно мы находились в состоянии доказывания друг другу правоты. По новым правилам, процедура решения спорных вопросов при переселении из аварийного жилья значительно упрощается. На все этапы судебного разбирательства отводится не более пяти месяцев. Суд определяет сумму на выкуп аварийного жилого помещения. С момента перечисления денежных средств на расчетный счет гражданина время начинает работать не в его пользу. В течение последующих шести месяцев переселенец должен приобрести жилье. По истечению этого срока действовать начинают судебные приставы. На этом и ставится жирная точка в борьбе за справедливость. Рискуя в одночасье оказаться на улице, граждане будут согласны на любое жилое помещение. Можно предположить, что скандально известная Рябиновка в будущем может показаться райским уголком. Алла Левина, Сергей Чернов, Обком ТВ